Что запрещено вывозить в разных странах? Штраф в 10 тысяч евро за покупку поддельной сумки Гуччи, денежное взыскание и проблемы на границе из-за статуэтки Будды, таможенники, которые вас будут допрашивать из-за женьшеня в чемодане. Разбираем, что запрещено вывозить в разных странах. Меня зовут Егор Еремеев. В одном из своих роликов из гонконгского аэропорта я показывал, что оттуда запрещается вывозить, скажем, кожу ящериц или панцирь черепахи. А сегодня мы разберем еще ряд стран и что они запрещают вывозить. Россия. Прежде всего нам из России надо вылететь. А что же нам запретят с собой вывезти? Пусть и на подарок иностранной тете Джессике. Запрещено вывозить антикварные предметы, исторические артефакты, редкие книги и произведения искусства без разрешения. Что за разрешение такое? От Министерства культуры. Но, кстати, получается оно несложно через госуслуги. По срокам не быстро, около месяца. Если говорить о произведениях искусства, то нельзя вывозить те, которым 100 и более лет. Есть ограничения на вывоз редких животных и растений. Нельзя вывозить соболей. Считается, что если этот зверек попадет в другие страны, то снизится спрос на этот вид пушнины и тогда повысится конкуренция на рынке. Вы же не берете в отпуск с собой соболей или старинные картины, я надеюсь. А что насчет еды? Запрещен вывоз икры осетровых рыб. Если же говорить о красной икре, то можно вывезти не более 5 килограмм. Черной 250 грамм. Но в некоторых странах есть свои ограничения. Например, США допускает ввоз только 125 грамм черной икры. А если в каких-то странах заподозрят, что ее везут на продажу, можно влететь на крупный штраф. Поэтому лучше проверять нормы паровоза икры и каждую страну отдельно. И чеки тоже сохраните. Если вы летите в гости к родственникам или друзьям за границу и хотите им привезти в качестве гостинца алкогольные напитки, то помните, что можно вывезти не более 3 литров бесплатно. А за 5 литров, например, придется уже доплатить. Что запретит вывозить вам Китай? Запрещено вывозить редкие минералы и камни. Некоторые традиционные китайские медицинские препараты. Традиционная китайская медицина существует уже более 2,5 тысяч лет. Китайская фитотерапия, например, включает в себя использование более 10 тысяч различных растений, минералов и животных продуктов. Один из наиболее известных травяных рецептов – женьшень, используемый для повышения энергии и иммунитета. Собственно, поэтому женьшень – один из предметов, запрещенных к вывозу из страны. Также запрещены к вывозу препараты, содержащие в себе этот самый женьшень. Что запрещает вывозить Египет? Из Египта запрещено вывозить кораллы и морские раковины, найденные в водах Красного моря. Красное море – это родина уникальных экосистем и множество эндемичных видов кораллов и морских организмов. Вывоз кораллов и раковин приводит к разрушению этих экосистем и потере биоразнообразия. Коралловые рифы играют ключевую роль в поддержании экологического баланса морской среды, служат средой обитания для многих морских видов и защищают береговую линию от эрозии. Разрушение рифов из-за вылова кораллов и раковин может привести к долгосрочным экологическим последствиям. Из Египта также запрещено вывозить культурные артефакты, но это не всех и не всегда останавливают. В 2014 году группа немецких туристов пыталась незаконно вывезти фрагменты древних артефактов из пирамиды Хеопса. Они откололи несколько кусочков камней из гробницы. Подробности история умалчивает, но туристы были арестованы, а артефакты были возвращены Египту. В 2015 году уже американский турист был задержан в международном аэропорту Каира за попытку вывоза древних артефактов. Его история предыдущая ничему не научила. Он пытался вывезти с собой несколько предметов, найденных на черном рынке. Статуэтки и фрагменты древних глиняных изделий. Артефакты были конфискованы, а туристу предъявили обвинение в контрабанде. Что запрещено вывозить из Австралии? По закону нельзя вывозить ракушки, кораллы, изделия из дерева, кожи и кости, если только это не сувенирная продукция. Запрещено вывозить также животных, растения, семена. С ракушками и кораллами все логично. Такое есть во многих странах. Это все невосполняемые запасы, а потому если туристы постоянно будут забирать по камушку или по ракушечке, то в скором времени там ничего не останется на пляжах. В стране действуют ограничения на вывоз предметов аборигенской культуры без соответствующих разрешений. Сюда относятся ритуальные артефакты и произведения искусства, имеющие значение для коренных австралийских народов. Точно так же, как и в случае с ракушками, страна потеряет свое культурное наследие. Такие ограничения помогают паридоотвратить незаконную торговлю аборигенскими артефактами, которая может привести к утрате культурных ценностей и их попаданию в частные коллекции или на черный рынок. Австралия обладает уникальной флорой и фауной, многие виды которых встречаются только на этом континенте. Вывоз кожи, древесины и костей может угрожать выживанию редких и эндемичных видов животных и растений. Ограничения помогают бороться с браконьерством и нелегальной торговлей дикими животными и растениями. Запрет на вывоз кожи и костей защищает животных, среди которых крокодилы, змеи и редкие виды млекопитающих от чрезмерного истребления. Что запрещено вывозить из Италии? Ограничения в первую очередь касаются культурного наследия страны. Экспорт старинной мозаики, мрамора и камней из Италии запрещен. Чтобы привезти домой антикварную мебель возрастом более 100 лет, произведения искусства и сувениры возрастом более 50 лет, требуется разрешение Министерства культуры Италии. По этому поводу есть даже итальянская шуточка. Моему дедушке 101 год, могу ли я вывезти его из Италии? Или мне нужно разрешение Министерства культуры? Забор песка и ракушек с пляжей, заповедников на Адриатической ривьере и в Сардинии карается штрафом 1500 евро. Запрещено вывозить и фейковые товары, имитирующие брендовые изделия, за что предусмотрен штраф до 10 тысяч евро. Покупая брендовые товары, нужно требовать чек и сертификаты. Что запрещено вывозить из Таиланда? Отсюда нельзя вывозить статуэтки Будды, если они выше 13 сантиметров и если их более 5 штук. Таиланд очень буддийская страна и любое изображение Будды священно. У меня есть выпуск и о буддийских храмах в Таиланде и о буддийских храмах в Шанхае. Также можете посмотреть об этих городах по ссылочке, они будут в описании. Сушеные морские коньки, кораллы, ракушки, слоновая кость, панцирь черепахи и изделия из них строго запрещены к вывозу. Для вывоза чучел животных необходимы соответствующие документы. Кораллы могут быть вывезены только в обработанном виде в качестве сувениров. Запрещено вывозить почтовые марки, но при этом их можно использовать при отправке писем из Таиланда. Если вы собираетесь привезти в Россию тайские фрукты, не берите дуриан и кокосы. С карлупа кокоса не проходит сканеры, поэтому ее могут не пропустить таможенники. Дуриан же славится своим сильным запахом, который может пропитать багаж других пассажиров. Ну и не стоит надеяться вывезти из Таиланда белый песок или цветок в горшке без проблем. Земля и песок на территории Таиланда являются собственностью короля. Вот, кстати, король Таиланда. Песок обязательно потребуют оставить, а вот растения могут разрешить вывезти, предварительно попросив очистить корни от почвы. Друзья, если видео вам понравилось, ставьте ему лайк. У меня есть также второй канал про зарубежное образование. Если вас интересует учеба за границей, школы, вузы, университеты, поступления, переходите на мой второй канал. Также заходите к нам на сайт www.smap.ru. Там наши консультанты помогут вам подобрать учебное заведение за границей, выучить язык, поехать в летний лагерь. Заходите, смотрите, там есть все о зарубежном образовании. Да, и, кстати, в визах тоже. Пока, увидимся в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»!